Вы сегодня принимали участие в демонстрации КПРФ Первомайской. Расскажи, пожалуйста, кто там еще кроме вас шел и твое мнение об этом? Ну как бы сказать, я понимаю, присоединиться может каждый, он вне идеологии. Но меня возмутило то, что я здесь видел представителей такой вот достаточно забавной тусовочки под названием «Открытая Россия». Это меня возмутило. Это крайне либеральная, я бы сказал, реакционная, антисоветская, антикоммунистическая, можно сказать, даже что-то, как бы сказать, вроде демшизы начала 90-х эпохи госпожи Новодворской, Борового, тусовка. И это меня возмутило. Главное, что против Путина, главное, возмущены реалиями России. Идите к нам, голубчики, пойдем дружным строем. И больше всего меня возмутило то, что на это дал зеленый свет верховное руководство Коммунистической партии Российской Федерации города Владивостока. Ихние, так сказать. Даже краю. Да, даже край. Край согласовал. Я этим возмущен. Я считаю, это скотство и это начало конца. Это уже как бы тревожный сигнал. Хорошо, смотри, ты говоришь то, что они против Путина. Ты видел их плакаты, что на них было написано? Они же вообще нечем. Во-первых, не дебил. Живу в 21 веке. Могу полагать по интернету и промониторить информацию, что из себя представляет контент той или иной тусовки людей. Политической там, не знаю, музыкальной. И как бы этого достаточно, чтобы составить за определенный промежуток времени представление, с чем мы имеем дело и кто они такие. Это раз. Во-вторых, они у себя на страницах писали, что коммунизм хуже нацизма, что там День сотрудников госбезопасности, это День кровавых палачей режима, ну и прочие прелести. В общем, штампы классические антисоветские. Думаю, вы и так меня понимаете с полуслова. Это меня возмущает. Меня возмущает то, что они пришли сюда на праздник сугубо социалистической направленности, который был организован КПРФ. КПРФ, как КПРФ не относительно, все-таки это они его организовали. И они же в то же время пригласили вот таких вот представителей враждебного лагеря, пусть и не очень сильных. Вот такой вот парадокс. А то, что были сегодня обманутые дольщики, присоединились? Честно, я про этих обманутых дольщиков, извините меня за мою дремучесть деревенскую, услышал только сегодня. Я не вдавался в подробности, но это я нахожу нужным. Нужно, чтобы трудовые люди, попавшие в беду, заявляли о себе на таких вот праздниках, красных датах календаря. И чтобы коммунистические руководители, люди социалистических взглядов находили с ними язык и был вот такой вот симбиоз. Без этого никуда. Это хорошая тенденция. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok